Девушки отдыхают Там, сзади Жюльетт Обри Ирена Папас в роли Реветти Не трогай, пусть гнется под ветром И Джан Карло Джанини в роли Лаварра Как Абран? Цел Его шатер заслонен от ветра Ступай вперед А я погляжу, закрыты ли колодцы Не только вдруг песком засыплет Как долго не утихало? Где сыновья? Один спасает колодцы от бури Другой сидит с дедом Благословен Господь Бог Всевышний Что дает нам хлеб от земли Аминь Исаф, как всегда, принес отменную дичь Легкая добыча Не по нему Потомству Авраама Нужна не только твердая рука Хоть и другого племени, но... Замолчи, женщина Первородство за Исафа Исаф родился вторым Но вышел, держась рукой за пяту брата Значит, хотел опередить его Но первым вышел Исаф Искусный в звероловстве Потом Иаков Один человек полей А другой печется о племени своем Молчи, довольна Мнется мне, как подует ветер Авраам слышит глаз Божий Господь со всеми говорит Но мы не слышим глаза его Благословен Господь Бог Всевышний Что дает нам хлеб от земли Аминь Ты слышишь его? Глаз Божий? Я? Мне часто чудится, что кто-то смотрит на меня Понятны слова мои? Понятны Мне тоже чудится Но всякий раз Это одна из дочерей Ханаанских Следует за мной, будто корова за быком А ты им потакаешь Того, гляди, возьмешь в жон одну из них Не погнушайся В нашем стойбище и выбрать некого Держи Укройся в тени Ступай Яков, мой сын умирает Мой первенец Мой первенец Иди ко мне Иди ко мне Бог Авраама Спаси и сохрани раба твоего Великий дар Исцелять недужных Я просто сварил кушанье из щечевицы Исцелять Славная добыча Это для отца Отдай освежевать и выпотрошить Я хочу есть С утра ничего не ел Пушно пахнет Хорошая добыча Я полдня выслеживал ее Ты искусственный зверолов Лишь одна услада может сравниться с охотой Пойдем со мной к дочерям Ханаанским Против них и ты не устоишь Может быть уже не устоял А твои победы стали бы еще слаще Если бы ты знал с кем ложишься Ты говоришь как старуха Что варить чечевицу От чечевицы вреда не будет Я голоден Дай немного мне Нет Это для сына Гохама Он болен Будь ты проклят Я принес мясо, которым все племя накормить можно Неужели нельзя мне отведать чечевицы? Это для сына Гохама Тут нам обоим хватит Тогда обожди Только о себе и думаешь По-твоему я глупец? Нет Но ты заботы не знаешь Ведь ты первенец Что мне в этом первородстве? Много ли от него проку? Разве что отец оставит наследство побольше Если наследство тебе ни к чему И твой голос сильнее Продай мне свое первородство Взамен я дам тебе чечевицы сколько пожелаешь Идет Нет Такой быстрый Поклянись В чем? В том, что за чечевицу продашь мне первородство Что? Поклянись Хорошо Хорошо, клянусь Теперь я могу поесть? Сперва поклянись Богом Авраама Клянусь Богом Авраама Что за это кушанье Отдам тебе первородство свое Я уступлю его тебе Брат мой Яков Сперва Я вам не знаю Гони их туда Много ли скотин испарил? Много, матушка К весне будет у нас богатый приплод У нас еще не было такого славного пастуха Скотину испаривать не так уж трудно, матушка Людей тоже Не надо возводить хулу на Исала Он взял жену не из нашего племени А теперь строят дом из камня, как в Хананеи Как отец? Зрение притупилось, и частые боли мучают его Исаав? Нет, отец, это Яков Скажи Исаав очень занят Для тебя, отец? Что ты? Я приведу его Исаав, отец тебя зовет Ну? Что скажешь? Себе такое не хочешь? Дом из камня? Нет, Исаав Я жениха на ней Косматый, словно в козлиной шкуре Вот я и состарился Не знаю дня смерти моей Нет, отец Слушай меня Возьми лук твой Пойди в поле И налови мне дичи И приготовь мне кушанье Какое я люблю И принеси мне есть Чтобы благословила тебя душа моя Нет, отец Время пришло Не спой Делай, как сказано Не то умру И останешься нищим Беги за Иаковым Скажи, чтоб шел сюда немедленно Как только он вернется Твой отец благословит его Его голова первая вышла из твоего черева Но ты держал его опиту Вы родились вместе Вместе Господь назначил тебе, а не Исааву Продолжить род Авраама Он сам тебе об этом сказал Как стали выбиться в утробе моей Пошла я попросить Господа И Господь сказал мне Два племени в очреве твоем И два различных народа Произойдут из утробы твоей Один народ сделается сильнее другого И больше будет служить меньшему Ты, Иаков Угоден Господу Запомни это Нет Я не могу поступить так с Исаавом Я уже отнял у него первородство Довольно? Довольно? Неужто не ведаешь призвание своего? Руки тебя направляющей Возьми мне два козленка из стада Я приготовлю отцу твоему кушанье А ты принесешь ему Он почти ничего не видит И благословит тебя Нет Не хочешь благословения положенного старшему сыну? Не хочешь продолжить рот Авраама? Обманом не хочу Послушайся слов моих Исаав превратит нас в хананеев Сделай, что я прикажу тебе То воля Господа Матушка Это к добру не приведет Видно, так хочет Бог Иначе он сделал бы тебя, здорового, моего Исаава Родителям племени А если ощупает меня, отец мой И узнает, что я не Исаав? Тише Ничего не бойся Отец мой Я пришел Кто ты, Иаков или Исаав? Я первенец твой Я сделал, как ты сказал мне Я принес тебе дичи Вот, отец Подойди Подойди ко мне Я ощупываю тебя Сядь и поешь дичи моей Чтобы благословила меня душа твоя Голос Голос Якова Руки Исаава Ты или сын мой Исаав? Да Я Сын твой Сын твой Подойди, сын мой Поцелуй меня Вот запах от сына моего Да даст тебе Господь От росы небесной И от тука Земли И множество хлеба И вина Да послужат тебе народы И да поклонятся тебе племена Будь господином Над братьями твоими И да поклонятся тебе Сыны матери твоей Проклинающие тебя Прокляты Благословляющие тебя Благословенны Ты Благословляешься Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сын мой Неужели ты не оставил и мне благословения? Нет, я поставил его господином над тобой Неужели одно у тебя благословение? Я благословил его Он и будет благословен Господь видел, как я благословил Иакова Ты допустил это Я ничего не могу изменить Благослови меня Благослови меня, отец От духа земли будет обитание твое И от росы небесной свыше И ты будешь жить мечом твоим Ты дважды обманул меня Возьму же я сердце твое до рассвета Ты не заботишься о племени своем Не помнишь, кто ты есть? Я заслужил благословения первенца Яков Довольно Перестаньте Иса, посмеешь ли омрачить последние дни отца убийством брата? Смотри же, брат Приближаются дни плача по отце моем Как только оплачем его Я убью тебя И ни одной слезы не пролью Ты умрешь Но другой день после него Ты должен уйти, Яков Беги отсюда Я не боюсь Исааа Послушайся слов моих Или он убьет тебя Тогда они убьют его Для чего мне в один день лишаться обоих вас? Отец твой зовет тебя, спеши Сделай все, как скажет он Он хочет отослать меня Для того я благословил? Тебе пора жениться Яков Не бери себе жены из дочерей Ханаанских Пойди в Месопотамию и возьми себе жену оттуда Из дочерей Лавана, брата матери твоей Наклонись Бог же всемогущий Да благословит тебя Да расплодит тебя И да размножит тебя И да будет от тебя множество народов И да гас тебе благословение Авраама Тебе и потомство твоему с тобою Чтобы тебе наследовать землю Странствования твоего Которую Бог дал Аврааму Это для нареченной твоей Он много добра унесет с собой Неужели так и отпустишь его? Отец доживает последние дни Я не могу сделать злой Якову Твоя печаль моя печаль Ведь ты мой зять Я не могу убить брата своего Кто же спорит? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я Господь, Бог Авраам и Бог Исаака, Отца Твоего, землю, на которой Ты лежишь, Я дам Тебе и потомству Твоему, и будет потомство Твое, как песок земной. Ты распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в Тебе и в семени Твоем все племена земные. И вот я с Тобою, и сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь, и возвращу Тебя в сию землю, ибо я не оставлю Тебя, доколе не исполню того, что сказал Тебе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути всем, и я в мир возвращусь в дом Отца Моего, будет Господь моим Богом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Из всего, что Он дарует мне, дам Ему десятую часть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Но что будет, если доберусь туда? Нет у меня теперь имущества. Как же я возьму себе жену? Скажи! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да. Да, я пойду туда. Я верую в Господа, ибо указал Он мне врата небесные. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Братья мои, откуда вы? Мы из Харана. Добрался. Господь направил меня. Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Кто его не знает, тот издалека пришел. Можете проводить меня к нему? Вот кто тебя проводит. Это жена его? Это дочь его. Он ищет отца твоего. Напою овец и отведу тебя к нему. КОНЕЦ КОНЕЦ Велика сила твоя. Спасибо. КОНЕЦ 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 Скоро явится к нам человек Явится и принесет нам великое богатство Тебе первому Ты, я думаю, ждешь платы за свое предсказание Нет, Лаван, клянусь Поклянись пред моими домашними богатствами Клянусь Клянусь богами Скоро будет он среди нас Отец Я встретила у колодца человека по имени Иаков Он называет себя сыном Ревекки, сестры твоей Неужто? Ну, приведи его сюда, Рахиль Как знать, а вдруг правда? Великое богатство у сына кочевников? Дядя Я Яков Сын Исаака и Ревекки Сестры твоей Так ты сказал великое богатство? Взглянул бы ты еще раз на свои камни, чародей Это правда Я поклялся пред твоими идолами, Лаван Что скажешь о нем, дочь? Он круток И есть в нем великое спокойствие Он одной крови с нами Надо встретить его, как подобает Вели рабам принести ему чистую одежду А то я не могу есть, глядя на него Да, теперь вижу сходство Ну, садись, племянник Раздели с нами скромную пищу нашу Так значит Напали на тебя воры? Да, дядя Их много на караванных путях Знаю, знаю Они беззакония кругом Много ли они взяли? Выкуп за невесту Да, да Останься с нами, покуда не восстановишь силу А там погляжу Все поглядим Это Мирос, мой старший сын Однако аппетита они тебя не лишили Ну как, Виор, все овцы сочтены Это мой средний сын Нет еще, отец Мало у нас людей в поле Помог бы, племянничек Охотно? Помогу, дядя Вот и славно Лея покажет тебе и дом наш, и деревню И пастбище Это моя старшая дочь Премного благодарен ей Нет Нет Играет музыка Воистину у него золотые руки Откуда тебе знать, что это он? Это он И бог, которому он молится Скажи, почему так? Чем хуже мои молитвы? Его бог нам не ведом Надо удержать Якова здесь Он видит одну рахиль И она его заметила? Я не слабоумен Рахиль? Откуда идешь? Насила еду работникам Лиза не могла Ты не надорвешься? День такой выдался Душ вижу Работаю, как бог велит Если надорвусь на все воле его Неужто твой бог велит тебе себя не щадить? Я не в обиде Благословен Господь Бог Всевышний Что дает нам хлеб от земли Аминь Ведь однажды Он вознаградит меня Как? Твоей любовью Если буду Ему угождать Не говори так Не то братья услышат Не буду Пока не придет время Она не придет Пока Лей не выйдет замуж Я подожду Не бойся Если увидят, ко мне не закидают Не уходи, Рахиль Прошу тебя Я бы осталась Да и не могу Иначе до беды недолго Так умеешь? Да Такой будет знак Между нас двоих Чтобы встретиться Услышишь ответный? Значит можно А теперь мне время Мне раз видел Как ей еду повезло Пока Пока Яков Неужели ты даром будешь служить мне? Скажи мне, что заплатить тебе? Награды я не жду, дядя Что же привело тебя к нам? Ребека Твоя сестра и моя мать Сказала, что я должен взять в жены Одну из твоих дочерей А для чего мне отдавать такое сокровище тому, у кого ничего нет? Да, я пришел с пустыми руками Но руки у меня сильные Возьми меня в работники Я буду служить тебе пять лет, Зарахиль В нашем месте так не делают, чтобы младшим выбить прежде старшей Но ведь я одной кровью с вами Тебе не придется отдавать дочь на сторону Что правда, то правда Работы я не боюсь И сумею содержать жену Да, руки у тебя золотые Если так, я тебе отслужу Пять лет Десять Семь Будь по-твоему Оставайся и служи мне Клянусь, ты об этом не пожалеешь Отчего же Ты не скажешь ей Или она уже знает За что ты обижаешь Лию? Семь лет Срок долгий Что-нибудь придумаем После Лию Мне жаль Но то, что ее печалит Мне в радость И мне Я каждое утро просыпалась со страхом А вдруг ты уйдешь Я уйду Уйду рано утром Через семь лет Но ты уйдешь Со мной Семь лет спустя Воистину у Якова Золотые руки Дождь не заставил себя ждать Вон как травы поднялись Это все бог Якова Если уйдет Яков Его могучий и щедрый бог Уйдет вместе с ним Знаю 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 Силой его не удержишь Тут нужна хитрость Пусть думает Что остался по своей воле Лаван Лаван Яков Я отслужил свой срок И пришел взять Рахиль Какой ты быстрый Ты сдержишь слово? Конечно Сдержу Конечно Давай подумаем о свадьбе Может кого из родни Пригласить твоего Брата к примеру? Нет Я с ним увижусь Когда придет пора Везти жену домой Назад В мою землю Всему свой черед Сперва зайди Созовем людей И сделаем пир Не уж ты перехитрим его Отцу видней Как ты можешь, отец? В этом доме я хозяин И делаю, что хочу Теперь ты точно знаешь Чего я жду от тебя Стало быть, молчи Молчи и слушайся Иначе, клянусь всеми богами Прогоню тебя в пустыню Смотрите И не подведите меня Бог Якова Накажет вас за это Лучше бы мне умереть Лучше бы отец Сгинул со своими идолами Бог Якова По малой мере честен Отчего же он Попустил такое? Отчего оставил Якова? Что суждено Якову Суждено и мне И тебе Все будет, как должно быть Я верю в это Хоть что я Суждено и мне Международное Якова В это же Дойди Угу В это же Ну, оно Вы только посмотрите. Идите сюда. Сюда. Да, так и сделаем. Поздравляю. Поздравляю. Где Лия? Она у себя кручинится, бедняжка. Это и понятно. Бедняжка. 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 Продолжение следует... ...ждет своего господина. Отчего такая темина? Таков обычай скромности. В брачную ночь в спальне не должно быть огня. Рахиль! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Рахиль, не спускай глаз с Иосифа, что бы ни случилось, он не должен погибнуть Я точно знаю, в нашем роду он следующий после меня Боже, отца моего Авраама и Исаака, избавь меня от руки брата моего Исаака Ибо я боюсь его, что бы он, придя, не убил меня и матери с детьми Ты сказал, я буду благотворить тебя и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества Кто здесь? Исаак? 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 Кто ты? За что хочешь убить меня? Если ты от брата моего, то вот ему ответ мой Ты не одолеешь меня Бог Авраама со мной Только он может сломить меня Только он Так он с тобой? Он покинул меня А может, это ты? Отпусти меня, я могу убить тебя, когда пожелаю Не отпущу тебя, пока не благословишь меня Я послан не благословить тебя, а убедиться, что не свернешь с пути А теперь отпусти меня Не отпущу, пока не благословишь Разве не затем послал тебя Господь? Благослови меня Как имя твое? Яков Отменяя имя тебе будет не Яков, а Израиль Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь Израиль Израиль Что с тобой, отец? Не подходи Теперь мы встретимся один на один Брат Теперь я опять стал ему братом Отчего же ты скрывался от меня столько лет? Я сделал тебе зло Я боялся Возвестия Хотя оно было бы справедливо Сам признает Смиренно признаю И молю у тебя прощения Будь ты проклят Я пришел покарать тебя Хотел забрать все твое и оставить тебя нищим Хотел забрать всех твоих людей, дабы ты остался один, как перст Я столько лет ждал этого дня И вот я здесь И надо мной рука Авраама Исаака И я не могу сделать тебе зла Кто это у тебя? Дети, которых Бог даровал работу твоему И впрямь благословил тебя Господь Пойдем в Сеир Живи со мной в мире Я спрятал меч свой Нам надо отдохнуть Напоить скот Ступай вперед А мы за тобою Хорошо Только укройтесь в шалаше Гроза надвигается Гроза надвигается Гроза надвигается Гроза надвигается Гроза надвигается Собирайтесь в дорогу Уже уходим? От чего же мы не пошли с Исавом? Гроза надвигается Мы не пойдём в Сеир и не будем жить у Исала. У нас с ним разные дороги. Каждому обещан свой народ. А будем жить вместе, это лишь приведет к раздорам. Я... Мы с ним должны жить в мире. И быть светильниками на тверде. Взгляните. Взгляните на Иосифа. Он указывает нам путь. Со мной? Пошли. Попросы. Поехали. Нет. Нет. Время сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Имя Господа Бога Израилева, коим наречен был он сам. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!